Здравствуйте, друзья! Я хотел показать вам два сообщения, которые с некоторой разницей во времени были в скайпе. Первое, которое я тут взял в селекшн, это мне 24 февраля, мне в скайпе человек написал, и давайте мы глянем, что это было. Он начал искать работу, это студент из онлайнового класса. И он говорит, вам для статистики в копилочку. Орландо, Тампа, Майами, это и Орландо, и Тампа, и Майами, это Флорида, и Шарлотт, это Северная Каролина, там немножко севернее. В 50% случаев рекрутер задает вопрос, как я получил грин-карту, и просит выслать ему фотографию самой карты с закрытым номером. Надо сказать, что карту с закрытым номером, в общем-то, давно спрашивают. Это не абсолютно из новенького, это всегда, ну не всегда, но достаточно продолжительное время уже присутствует. Дальше, значит, он говорит, employment authorization document, это пока у тебя нет грин-карты, то ты можешь иметь разрешение на работу временное, либо через политическое убежище, либо через, например, переход из супруга по рабочей визе, значит, туда в сторону грин-карты. Вот, скажем, девочки, которые на H4, хотя и ребята бывают, в основном девчонки, вот они получают разрешение на работу, вот этот employment authorization document, EAD, его еще по-другому называют, давайте я напишу так, для порядковой, сори, по-английски сейчас напишу, EAD. Вот этот вот EAD, это то, что им выдают. Он говорит, employment authorization document в половине случаев рекрутеров не устраивает, а не устраивает, да, не, я напишу большой буквы, они хотели грин-карту. И мы это наблюдаем уже, наверное, пару-тройку месяцев, вот так, с того момента, как была утечка вот этого никогда не подписанного с тех пор президентского указа, о том, чтобы забрать разрешение на работу у тех, кто по визе H4 и, вот эти супруги, по визе H4 и L2, то есть супруги тех, кто корпоративным переводом или по бизнесу. Грин-карты у меня нет, пишет наш студент, только work authorization, так как я в статусе asylum. Это просто вам для статистики, говорит он, информация по штату Флорида и Северная Каролина. Сегодня он в группе написал, ну, он написал по-английски, там, значит, а я вам буду так рассказывать. Он говорит, дорогие коллеги, значит, меня попросили рассказать о моем опыте поиска работы за последний месяц. Я старт, я начал 17 февраля. Итак, 17 февраля он начал, а 24-го ровно через неделю, вот тут, ровно через неделю, он мне написал, что с ним происходило за неделю. Значит, он прошел через три, через интервью в трех компаниях, и в конечном счете получил два предложения работы. Первый оффер, первый оффер он получил 10 марта, что на самом деле совсем не так плохо, учитывая, что он сам живет в Орландо, и Орландо далеко не оживленный такой рынок, нельзя сказать, что он сильно оживленный. Тем не менее, мы видим, что за там пару недель, ну, с небольшим, вот он, значит, получил там работу за три недели, можно сказать. И он должен был начать 20 марта 2017 года, и потом он получил второй оффер через неделю, да, уже 17 марта. И надо было начать 27 марта. Первый оффер, это была постоянная позиция с полными бенефитами, второй оффер, это был контракт 10 месяцев, и он выбрал перманент позицию. Ну, я, честно говоря, выбрал бы контракт на 10. То есть, вот, потому что я такой более авантюристичный, я бы сказал, через 10 месяцев я уже пойду и найду себе другую работу на гораздо большие деньги. Но это не значит, что он не может с постоянной позиции уйти на большие деньги. Ну, так, не знаю. Я считаю, что контракт в этом смысле как бы дает больше адреналина. Но это, естественно, выбор человека. Мы не критикуем. Итак, он говорит, я начал, значит, мой первый рабочий день был 20 марта. То есть, фактически он с 17 февраля, 20 марта он уже вышел на работу. Я никому не говорил до сих пор, потому что я немножко суеверный и ждал первого пей-чека. Сейчас я получил уже свой первый чек и вот вам рассказываю. Хочу рассказать, что мы там во время интервью происходило. За два дня до интервью рекрутер дал ему веб-сайт компании. Рекрутеры тоже не хотят лишнего вам давать, чтобы вы там не пошли в обход. Часто так бывает. Значит, он изучил веб-сайт и делал то, что называется у нас Exploratory Testing, он как бы знакомился, он записал все ошибки в Excel-овский спредшит, то, что он нашел вот так в ходе своего Exploratory Testing и принес на интервью. Значит, он пришел со своим лэптопчиком и там у него были, значит, в спредшите те ошибки, которые он нашел. В его последнем интервью он говорит, я нашел 43 бага за 25 минут. Ну, то есть человек, как бы, надо сказать, чему-то научился. Можно сказать. Иначе вы так много не найдете за 25 минут. В конечном счете, теперь я Software Quality Assurance Engineer для мобильных платформ iOS и Android. Я не гражданин, и я не имею грин-карты. И все, что у меня есть, это Employment Association документ. Работа находится в Орландо, Флорида. И тут он дальше нас благодарит. Он говорит, что я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Михаила, Кристину. Это у нас сотрудница работает, удаленно из Москвы. И всю команду за помощь. Если вы ищете первую работу, значит, просто следуйте указаниям Михаила и сосредоточьтесь на двух вещах. Значит, для вашего интервью. Это вопросы и ответы, которые в лекциях. И проекты, которые, значит, у вас в резюме. Как ты делал это и это. На самом деле, именно этой частью, второй, занимается Кристина. Потому что она тех, кто выходит на рынок, она их как раз гоняет вот по этим вопросам. Что делал, как делал, расскажи о компании, расскажи о проекте и так далее. Значит, наши лекции очень практичны. Это правда. Я, честно говоря, даже и не хотел бы рассказывать что-то, что не имеет практического смысла. Оно как-то скучно. Значит, будьте подготовлены и, так сказать, полируйте свои ответы. Вы видите успешного человека в смысле подхода. У него было за два дня, у него была страничка, у него, значит, было достаточно энтузиазма, чтобы сесть, разобраться, в спредшит все это загнать. Я хочу сказать, что у него не было никаких шансов не получить эту работу. Потому что эти люди, к которым он пришел, я думаю, это первый и единственный человек в их жизни, который вот так пришел подготовленным с лэптопом, с каким-то количеством ошибок и так далее. Он просто лишил их возможности не взять его на работу. Полностью вышиб из них все. Но я к чему это рассказываю, почему мне хотелось это вам показать? Не потому, что там человек радуется, он успешный, вот какая у нас хорошая школа там и так далее. В этом смысле я каждый день что-то получаю. Я никогда конкретно этого даже и не показываю. Но в данном случае меня очень-очень-очень приободрил вот тот момент, что человек, находясь в далеко не самым шустром географическом регионе с точки зрения поиска работы, не имея грин-карты, а мы знаем, что сегодня это вопрос такой, как бы, да, его задают и как бы, ну, люди переживают, что их тормознули. И он, собственно, тоже первую неделю, говорит, в 50% случаев, да, значит, они говорят, вот он пишет, вот в половине случаев employment austerization документ не устраивает. И вот, несмотря на это на все, то есть со второй половины у него за месяц было три интервью, два джоп-офера, и он, собственно, начал работать вот реально через месяц после того, как повесил свое резюме первый раз там на поисковики, а офер получил еще и меньше, чем месяц прошел. Так что, да, 10 марта он получил, значит, 17 февраля начал, 10 марта офер получил. Это достаточно оптимистичный сценарий, я не хочу сказать, что это, как сказать, все так должны или все так могут, но я хочу сказать, что это не единственный человек с work austerization документом, который за последние пару недель находит работу, и я думаю, что мы как-то потихонечку выкарабкиваемся из этой ситуации, то есть то ли компании немножко привыкли, и как вы перестали обращать внимание, то ли той половины, которая не обращает внимания достаточно, чтобы, в общем, нормально жить, но во всяком случае вот такой факт, и я понимаю, что кто-то из вас сидит и ждет, и думает, помешает мне, не помешает, как быть, там и так далее. Ну вот, в данном случае позитивный пример того, что если человек правильно все делает, понимаете, если бы он не пошел на веб-сайт, если бы он не создал этот спритшит с ошибками, если бы он не делал все правильно, он бы потом мог сказать, ну, конечно, вот у меня нет м-грин-карты, вот поэтому меня и не взяли. Но когда человек правильно делает, то выясняется, что вот это все не сильно мешает ему. Я бы так оптимистично оценил. Все, ребята, счастливо и до скорых встреч!